Добрый вечер, дорогие зрители. В эфире программа «Главное». Сегодня у нас в гостях Гай Квартанян, депутат от фракции ПСР. Добрый вечер. Господин Мартанян, расскажите нам, что происходит у нас в стране? Такой вопрос общий. С одной стороны общий, с другой стороны тяжелый. Наша страна проходит через два кризиса. Кризис пандемический и кризис политический. Пандемический кризис, к сожалению, забирает жизни. И ситуация пока что не улучшается, а наоборот ухудшается. Например, вот сегодня уже 42 погибших не при 2000, а при 1900, а при 900, по-моему, 800, сколько там. То есть, грубо говоря, даже за сегодня практически в два раза увеличился процент смертности, что не может не настораживать. Кризис политический заключается в том, что, к сожалению, наш политический класс, особенно некоторые его составляющие, и, конечно же, речь идет о президенте и ее партии, почему-то решили, что во время политический пир, во время пандемической чумы, он приемлем. Мы считаем, что, я думаю, что со мной согласятся большая часть наших зрителей. Я не скажу, что все, но большая часть, мне так кажется. Мы считаем, что сейчас все понятие досрочные выборы, которые вот столь рьяно обществу впихивают последние три месяца, ни с того ни сего, в момент, когда пандемическая ситуация ухудшается с каждым днем, мне кажется, сейчас это понятие еще больше себя дискредитировало. Потому что все больше и больше людей, я думаю, надеюсь, понимает, что досрочные выборы сами по себе не решают проблему здоровья людей, а несут в себе огромную опасность того, что после досрочных выборов ситуация будет еще более неопределенной, чем сейчас. Потому что сейчас, хочет кто-то или не хочет, в парламенте есть большинство депутатов, которые подписались за кандидата в премьер-министры, которые готов уже вчера договориться и привезти в Молдову, например, 300-400-500 тысяч доз вакцины, например, той же «Спутник В». А также договориться с другими вакцинами, и китайской «Синофарм» и другие, и «Астроцинека». Потому что, как мы понимаем из последних событий, вы, наверное, знаете, что американские вакцины Pfizer и Moderna у нас, скорее всего, не будут еще очень долго. Потому что там другая процедура для их рынка. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, чтобы как бы не долго, я думаю, мы будем эти вещи еще обсуждать более детально. Сегодня нам, общество, предлагают «Синицу в небе», а именно досрочные выборы с неизвестным результатом, который, скорее всего, приведет в парламент те же силы. Только, может быть, вместо демократической партии и платформы, да, совокупно зайдет, например, там, партия Рената Усатова, например, да, и в меньшем формате, чем Демпартия. Не 30, как у Демпартии, а, наверное, там, 10, 8, 7, неважно. И после этого опять начнутся переговоры о правительстве, которые могут также затянуться, ну, минимум на 3 месяца. Потому что хотя бы возьмем последние два раунда переговоров, да, две ситуации, которые наша страна была во время того, как должна была назначить правительство. Вот последние 3 месяца, вот сегодня, сегодня отнимаем 3 месяца, да, ведется переговоры, вообще ситуация, как выйти. И 2019 год, знаменитый после выборов парламентских, когда вся эта непонятная ситуация с Плохотнюком, как он пытался одну сторону, как шли переговоры у социалистов с Плохотнюком в другую сторону, и 3-3,5 месяца после тяжелейших переговоров в итоге нам, в конце концов, удалось что-то создать. Поэтому предосрочных парламентских выборов, которые могут произойти в июле или в августе, мы сейчас о них, наверное, поговорим детально, прибавьте к этому еще 3 месяца. Таким образом, мы имеем, ну, если август, то, наверное, сентябрь, октябрь, ноябрь. В ноябре есть вероятность, опасность того, что может появиться полнофункциональное правительство, которое может начать переговоры о закупке вакцин. Ну, я здесь пока остановлюсь, но, когда мы поговорим о вакцинах и о том, что происходит, я дам несколько цифр, чтобы люди понимали, что это значит для реальности, для ситуации в медицинской системе, с вакцинацией, с людьми, и что в итоге мы получим на выходе. На выходе одна партия просто хочет увеличить, партия по мае Санду хочет увеличить свое присутствие в парламенте, увеличить с 15 депутатов до 35, 30-35, может быть, даже 40. Взамен мы должны все потерпеть еще пандемию чуть-чуть, 3-4 месяца минимум, а то и полгода. И только потом то правительство следующее, которое почему-то кто-то думает, что будет лучше, чем это, я не верю в это, потому что в виде того, что предложила госпожа Санду последние два раза, Гаврилице и Гроссу. Но даже если сравниться с господином Головатюком, с точки зрения владения и знания экономики, с точки зрения знания финансов, с точки зрения умения вести переговоры с МВФ, а именно господин Головатюк ввел переговоры еще в 90-е годы, в конце 90-х в МВФ, в тяжелейшей для Молдовой ситуации, и в начале 2000-х, это человек, который знает, как разговаривать с любыми внешними партнерами, это человек, который знает, как налаживать мосты не только с Европой, но и с Востоком, очевидно, как посол сейчас. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день, что происходит в стране, в стране происходит хаос и бардак, о котором мы предупреждали еще перед выборами президента. Мы говорили о том, что с большой долей вероятности, если выигрывает эспару Санду, то страна погрузится как минимум на полгода в хаос и бардак, и я очень боюсь, что, скорее всего, вообще 2021 год будет потерян для страны. Не только с точки зрения развития, не только с точки зрения восстановления экономики, но и, к сожалению, с сотнями, сотнями, если не тысячами человеческих жизней с этой пандемией. А что будет со страной, с этим народом, если мы окажемся вот в этих прогнозах? Ну, смотрите, давайте так, давайте посчитаем. Значит, нам, администрация президента, Майя Санду, партия ПАСС, партия действительности, ее партия, уже несколько раз предлагали, говорили, давайте в июле или в августе пойдем на досрочный парламентский выбор. Хорошо. Я специально, когда ехал сюда, посчитал, посмотрел, сколько точно дней будет. Ну, давайте берем, это конец июля, начало августа. Берем средний, это где-то 1 августа берем. Я взял его в интервете, посмотрел, посчитал, это 125 дней от сегодняшнего дня. Давайте так, очевидно, что мы уже понимаем, что если не будет массовой вакцинации, а ее пока нет, потому что нет вакцин, сегодня вакцинируются только медики. И сегодня 700-800 человек в день вакцинируются. Мы понимаем, что это ни о чем. Значит, если не будет, то уровень смертности, скорее всего, будет примерно таким же, к сожалению, как Несписково, потому что, ну, у нас не появится внезапно огромное количество новых койко-мест. Прессинг, давление на медицинскую систему такой же. Соответственно, очевидно, что вирус никуда не уйдет. Наоборот, все могут появиться еще новые версии вирусов, то есть мутации вирусов. Таким образом, 125 дней умножаем на, ну, давайте, не берем 42-43, не берем 37-35, давайте на 40 умножим. 125 на 40, это, насколько я понимаю, если взять, это калькулятор любез, это 5000 потерянных человеческих жизней. Это на момент, когда у нас будет срочный выбор. Подождите, это если у нас не будет пандемия расти по экспоненте? Да, 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 мы говорим, что сейчас пандемия вот в этой ситуации, кстати, да. Если, не дай бог, еще, а, подождите. А по прогнозам ВОЗ у нас будет увеличение по экспоненте? Это раз, по прогнозам ВОЗ, раз, которые, в принципе, прогнозируют с точки зрения медицины. Да. Теперь на это давайте наложим срочные парламентские выборы, которые пройдут не как в Ханчештах в прошлом году, в одном одномандатном округе, а они пройдут по всей стране. Это значит, должны будут люди встречаться с избирательной встречей, даже при определенных ограничениях избирательной встречи, все равно это будет 15-20 человек, 40 человек будут вокруг, да, и все равно люди будут общаться, подходить друг к другу. Это автобусы, это митинги, это… Мы понимаем, что ситуация может взорваться. Но я даже не берусь в самый худший вариант, который просто взорвет ситуацию, которая может довести до 100-150 человек в день погибших. Давайте даже вот так, как есть. Мы подходим к дате выборов от сегодняшнего дня, не вакцинируя… Прошу, простите, я вас только на секунду перебью. На сегодняшний день, я так понимаю, из общения с врачами, специалистами, врачами-эпидемиологами и тем, кто находится на передовой, я так понимаю, что система здравоохранения еле справляется. Но она на пределе. Она на пределе. Я боюсь, что еще чуть-чуть, и мы столкнемся с тем, с чем столкнулась… Италия, Испания… Да, когда просто будут закрыты больницы… А просто некуда будет везти людей, они будут умирать дома, к сожалению. Нет, под больницей, у дверей больницы. Мы уже сегодня людей берем только в самых тяжелых… Я думаю, мы здесь друг друга не должны в этом убеждать и говорить об этом, потому что наши зрители прекрасно знают и понимают, потому что я уверен, что у каждого из наших зрителей есть друзья, знакомые, которые наверняка сталкивались с ситуацией, когда сейчас, особенно пожилые, звонят в скорую помощь и либо не берут при слабых… Подождите, я не пожилой человек, но я столкнулась с тем, что для меня не было койко-места. У меня умер отец. Соболезнование. Да, так что я… Сегодня, кстати, известный журналист господин Новоседюк скончался тоже соболезнованием из семьи. Мы приносим… Каждый день мы видим в соцсетях… От нашего канала и от нашей передачи приносим соболезнования родным и близким господина Владимира Новоседюка. Да. Вы понимаете, я не хочу, чтобы мои подсчеты сейчас выглядели, как будто бы я пытаюсь на смертях людей делать политику или какие-то прогнозы. Но просто я вижу, что здесь сейчас фактологически и к чему нас ведет госпожа Санду. Почему-то, не понимая, кто за ней стоит. Значит, смотрите. К дате выборов, условно, 1 августа. Ну, будет это 20 июля, это будет 10 августа, 15, я говорю, средний. Ну, при начале августа у нас будет к сегодняшнему идю еще плюс 5 тысяч смертей. Плюс-минус. Да? Мы можем прогнозировать, ну, 4-6 минимум. После выборов опять начинаются переговоры. До этого времени у нас еще нет полноценного правительства, которому не дадут никто деньги, которое непонятно, кто отвечает за закупки вакцин, которое непонятно, как работает министерство образования и так далее. Проходят переговоры, проходит еще месяц, полтора-два, и еще несколько тысяч смертей. И у меня вопрос. Неужели наша страна находится в таком положении, состояние нашего общества и политического класса настолько деградировало, что чей-то политический пиар, чьи-то политические, даже не хотелки, а желание чьего-то прийти к власти настолько сильно, что эта политическая группировка, группа, готова идти на риск, пожертвовав несколькими тысячами, 5-6-7 тысяч граждан, чтобы просто увеличить свои шансы на будущих переговорах о коалиции. То есть, ведь мы же понимаем, что досрочные выборы не гарантия того, что партия ПАС и Майя Санду наберет большинство. Вообще нет никаких гарантий. И более того, 99% этого не будет, потому что президентские и парламентские выборы, я как человек, который занимается в том числе и политикологиями, и идеологией, и выборами, я делал неоднократно, я участвовал в выборах и создавал материалы для выборов, я прекрасно понимаю, знаю, как политолог, что президентские и парламентские выборы это совсем разные вещи. Диаспора, которая голосовала за госпожу Санду в таком большом порыве на парламентские выборы, будет раздроблена, она не наберется только, что она набрала в процентном отношении. Но это, говорите, не только вы, это были здесь приглашенные гости, которые, и об этом говорят эксперты, и все говорят о том, что этого не будет. Придется договаривать. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу вновь, что будет, что нас ждет. Сегодня экс-президент, лидер социалистов Игорь Дадон опубликовал в Фейсбуке заявление о том, что мы постараемся, сделаем все возможное, чтобы не допустить вот такого плохого сценария. Таким образом, мы обратимся к Конституционный суд, чтобы все-таки Конституционный суд рассмотрел ситуацию не просто формально с точки зрения Конституции, вот там раз-два, галочка-галочка, вот как Майсан говорит, что есть все условия. Два раза я выдвинула, и нет возможности избрания правительства. И вот-вот галочка-галочка. Просто вот мне, как человек, по-человечески, из-за того, что я сказал, человеческие жизни – это не галочки. И Конституционный суд, я уверен, должен понять, что все-таки есть буква закона, есть дух закона. Не говоря уже о том, что есть рекомендации Венетянской комиссии, которая говорит, что если есть воля парламента, если есть в парламенте большинство депутатов, которые согласны и готовы избрать правительство для государства, то парламент не за что отправлять в отставку, распускать. Вот ну не за что. Если парламент, он рабочий, он издает законы, за него законы голосуются не 55, не 51, а по 70, по 80, по 90 депутатов. И парламент готов избрать правительство. Но почему-то, мы понимаем, почему политически, Майя Санду пользуется тем, что после президентских выборов никто не посмеет ее отстранить. То есть она хочет, она просто как бы по большому счету идет по беспределу. Она готова нарушать Конституцию, понимая, что сейчас никто во время пандемии не будет организовывать референдум, никто не будет ее отстранять, и вообще невозможно это практически сделать в нашей ситуации. Но это немножко, мне кажется, на мой взгляд, циничный подход. Я напомню нашим зрителям, что в 2019 году, когда у нас было, помните, противостояние блока комсоциалистов против Плохотнюка, господин Плохотнюк пытался, попытался использовать Конституционный суд против парламентского большинства. Мы понимаем, что из этого вышло. И Венецианская комиссия сказала еще раз, что если есть большинство депутатов парламента, которые изъявили желание, подписались, и готовы проголосовать за правительство, непонятно, за что его распускать. Да, политически этот парламент имеет, есть за что распустить. Да, он уже сыграл в большей степени свою роль с точки зрения политического инструмента. Мне кажется, две вещи, я об этом говорил неоднократно, две вещи, которые сделал этот парламент. Это первое, этот парламент, эти парламентские партии сделали так, чтобы Плохотнюк сбежал из страны. И это хорошо. Как ни крути, ни верти. Этого все добивались многие годы, многие люди, и общество этого добивалось. И это результат работы этого парламента, этих парламентских фракций, партий. И вторая вещь. В 2020 году, во время пандемии, не сейчас, когда все уже более-менее знают, как лечить и что делать. Тогда мы шли по неизведанной территории. И вот тогда, представьте, тогда, если бы, не зная, что делать, тогда, если бы отправили в отставку, парламент не избрал бы правительство Кику, то ситуация могла бы быть еще хуже. Я хочу вам просто напомнить, что на конец прошлого года, на конец 2020 года, при правительстве Кику, у нас было сколько? 500, 600, 700, и где-то 10-12 погибших. Это понятно, что статистика, это страшная вещь. 10-12 погибших в день тоже много. Но по сравнению с тем, что происходит сейчас, тогда была плохая, хорошая, но, тем не менее, было условие, такое военное положение, чрезвычайно было военное политическое положение. Мы ступили на неизведанную территорию борьбы со страшным вирусом. Но, тем не менее, за счет того, что президент, парламент и правительство, гречан и Додон и Кику работали вместе, худо-бедно ежедневно синхронизировали, еженедельно встречались, входили в общую информацию, с общей позицией. Не было раздрая за счет этой стабильности. Я понимаю, что у стабильности есть и коннотации плохие, когда есть застой, но вот тогда, в 2020 году, да и сейчас, больше всего нужна стабильность. Нам же предлагают хаос. И сегодня, 2020 год, весь год посмотрим, и первые три месяца 2021 года, тогда было, когда социалисты взяли на себя ответственность, не побоялись, и с демократами проголосовали, но понимали, что нужно правительство. И сейчас, когда мы решили попробовать, в декабре, 23 декабря, хорошо, идем на досрочный, идем на досрочный, мы все ждали, что буквально в течение пару дней будет уже кандидат на это, но почему-то, вместо того, чтобы предложить парламенту кандидата, чтобы пройти две попытки быстренько избрать, быстренько пойти на выборы, как, собственно говоря, хотел господин Санду, она почему-то обратилась в конституционный суд, давайте вы самораспуститесь, а в это время поехала в Украину, почему-то, о чем-то разговаривали, о чем Зеленский разговаривали, когда у тебя пандемия дома, когда у тебя нет правительства, потом поехала к Макрону во Францию, и потом мы поняли, что обращение в конституционный суд, это было просто отвлечение внимания и выигрыш времени для того, чтобы господин президент могла утвердиться и поехать политически, сфоткаться с Зеленским, сфоткаться с Макроной, показать, что я разблокировала эту страну. Самое страшное, когда политический пиар и политическая повестка дня превалируют над здравым смыслом, над судьбой людей, вот это сейчас происходит, и мы не должны этого допустить, и не допустим, как сегодня еще раз возвращать, потому что господин Донбер сказал, что у нас есть в принципе и политические, и конституционные, и правовые методы, и инструменты, чтобы в первую очередь не допустить вот этого хаоса, добиться того, чтобы у нас была вакцинация на счетах хотя бы 300-400-500 тысяч населения самые уязвимые группы, пожилые, кто на первой линии, а потом идем на досрочные полноморские выборы. Поверьте мне, вот ПАС не боится выборов, социалисты еще больше не боятся выборов, потому что мы уже прошли через несколько раунд выборов, и результат показывал, что у нас есть свой избиратель, который знает и понимает, что социалисты предлагают, и что они могут предложить. Поэтому я думаю, что если посмотрим, что скажет Конституционный суд, он может сказать и так, и так. Если Конституционный суд скажет, что все-таки есть возможность распуститься и идти на досрочные выборы, и то не считается, не знаю, мы пройдемся, поговорим еще о том, что было, как это все произошло, и какой финт сделал дружелюштяну, я думаю, что не имеет смысла. Но если Конституционный суд скажет, мы посмотрим, если будут следующие шаги. А о некоторых уже как бы и намекал господин президент. Я, например, лично точно не проголосую за 120 миллионов леев, чтобы оно ушло от врачей, от вакцины, и пошло на проведение избирательной кампании. На избирательную кампанию. Чтобы напечатали бюллетени. Не знаю кто. Я уверен, что большинство в парламенте тоже не сможет такой выбор сделать. Я надеюсь, что никто не сделает такой выбор, потому что нам нужны вакцины. Согласен. Согласен. В первую очередь вакцины. И я думаю, что выиграет тот политик, который понимает, что на данном этапе страна устала от пандемии, страна устала от того, что происходит. Страна хочет получить, и люди, которые здесь живут, хотят получить вакцину. Они хотят понимать, на каком небе они находятся. Они хотят хоть какого-то более-менее стабильного состояния, не только в медицине, но и в экономике. Мы говорим про пандемию, но мы забываем, что год целые люди не могут получать качественное медицинское обслуживание. У нас есть другие хронические заболевания. И я думаю, что выиграет именно тот политик, который прислушается к народу. А не будет заниматься политическими амбициями. Ну, смотрите, наши оппоненты, в первую очередь госпожа Санду, потому что последние события последнего месяца показали, что в принципе все парламентские партии, за исключением партии ПАС, которая всего 15 мандатов, все 85 депутатов, которые в принципе представляют практически весь спектр Молдавского общества. Хотим мы, не хотим мы, но за каждой партией есть свой избиратель. За платформу голосовали, за Анастасию, за демократов голосовали, за социалистов голосовали, за Шора тоже голосовали, 120 тысяч человек, что, это что, не люди, они что, изгои, это тоже люди, которые поверили в Шора, хотим мы, не хотим, юстиция как работает, но тем не менее, за каждую из этих партий проголосовали люди. Если их число объединить и прибавить, и приплюсовать, я думаю, что я этого не делал, как бы, да, ну, не считал, но я уверен, что количество проголосующих будет примерно столько же, сколько голосовали за Анастасию, если не больше, если приплюсовать всех. У меня вопрос, почему парламентская, абсолютное большинство, 85 депутатов, должно идти на поводу 15 депутатов? Почему? Вы меня спрашиваете? Нет, нет, риторический вопрос для наших зрителей. И вы вот говорите, кто, вы говорите, кто политик, который прислушивается народу. Я прекрасно понимаю политическую мая санду. Она тоже говорит, что народ ее диригировал, чтобы были изменения, да, якобы она прислушивается народу. Но вопрос к другому. Мы все хотим политических изменений, но мы хотим это сделать тогда, когда страна, когда общество выйдет из этой пандемической пропасти. И это не высокопарные слова. Я понимаю, что оно звучит, как будто мы прикрываемся пандемией. Нет, мы не прикрываемся пандемией. Мы просто, люди просто, ну, те люди, которые не столкнулись... Простите, прикрываться. У нас 11 тысяч заболевших. К чем тут прикрываться? Те люди, которые не столкнулись с госаппаратом, которые не знают, как работает правительство, к сожалению, не понимают, что такое, когда нету правительства, полноценного правительства. Сейчас правительство это костыль. Это люди, которые сидят на чемоданах. Часть людей. Другие люди не понимают, кому подчиняться. Президенту, премьеру, правительству. Третьи люди не понимают, хотят делать какие-то вещи, но у них ограничены полномочия. И вот все люди сидят в заложниках у одного политика, у которого идея фикс досрочные парламентские выборы. Только по одной причине эта идея фикс. Потому что ей кто-то из политтехнологов и кто-то из советников сказал, что чем дальше будут досрочные выборы от твоих президентских, тем у тебя упадет рейтинг. И вот вся страна в заложниках от того, что человек хочет реализовать свои политические амбиции своей партии. Ну, вы знаете, по опросам ИМАС, рейтинг Майя Санду упал на 14%, а у Игоря Додона вырос на 2%. 71% граждан считают, что мы движемся не в том направлении. Я думаю, что это подтверждает в целом тренд, который мы чувствуем из того, что люди говорят вокруг нас. Не только в соцсетях, но и в личном общении. Я бы скажу так. Например, в моем кругу есть люди, которые голосовали за всех и за Игоря Додона, и за Майя Санду, и за других политиков, и за Усатова и так далее. Даже русскоязычные часть, которые голосовали за Майя Санду. Но вот часть русскоязычных из моего круга общения, и даже не русскоязычных, они говорят, что, ну окей, мы проголосовали, но вот то, что сейчас творится, мы как бы не очень-то ожидали, что до такого дойдет. То есть немножко происходит перелом в том, что люди понимают, что их голос используется политически, прикрывая свою или некомпетентность, или недальновидность, или, к сожалению, задачу, которая перед этим политиком поставлена. Я не исключаю, что перед этим политиком какими-то структурами западными, что уже, что там, таит, да, греха. Поставлена задача, определенная задача, как любыми способами выиграть выборы, там, пересажать половину социалистов, закрыть партию социалистов, убедить прокуроров и так далее. У нас идет в том числе геополитическая война. А есть за что? Я думаю, ну смотрите, если бы было за что, уже давно бы были какие-то дела. Раз. Два. По многим из дел, уже суды, там, Багамские дела, уже суды бы прошли и уже и срок давности прошел. Два. Но вопрос в другом. Никто не будет отрицать, что мы до сих пор находимся в самом центре геополитической войны. Да. К сожалению. К сожалению. наше молдавское общество являются заложниками этой войны. Да. К сожалению. Не знаю, если у вас есть этот вопрос, то, может, я его предвосхищу по поводу румынского кредита, который сегодня сейчас с манипуляцией. Да, да. Кстати говоря, у меня есть этот вопрос. Видите, как предвидится. Ну давайте, вы его задайте. Раз мы уже зашли к этой теме, я вот на основе вот этого примера вот этого кредита я покажу, как манипулируется общественным мнением и что происходит вот геополитически. Как у нас всех вот здесь. Господин Кандус заявил о том, что мы потеряли 60 миллионов евро. Это было соглашение между Румынией и Молдовой о технической финансовой взаимопомощи на безвозмездной основе. Это соглашение, у него был крайний срок 28 марта. Я правильно понимаю? И он, господин Канду, говорит, что это благодаря нашему президенту. Президенту? Майя Санду. Майя Санду. Окей. Смотрите. Я специально, когда ехал сюда, я посмотрел комментарии Министерства иностранных дел и европейской интеграции. Потому что они вышли сегодня с большим комментариями и раскинули по полочкам, как это было с этим румынским кредитом. Наверняка 99,9% наших телезрителей не считали этот комментарий и не знают, имени интересного, но они слышат из разных сторон, что очевидно, что партия ПАС и сторонники Майя Санду и ее депутаты говорят о том, что виноваты социалисты, КИКУ, все подряд. Объясняю. Значит, румынский кредит, говорю вещи своими именами, мы прекрасно понимаем, что это политический кредит. Он не дается кому попало, он дается только своим. В течение 10 лет свои были евроинтеграторы. ГИМПУ, Плохотнюк, ФИЛАД. Значит, этот румынский кредит растянут на много протоколов, на много частей. Пять частей уже было выдано. Шестая часть, шестой, это так называемый протокол, должен был в 2018 году, была инициирована его подпись. 2018 год, самый расцвет, разгар перед выборами, эпохи и управления Плохотнюка. 18, конец 2018 года, в ноябре, приходит этот румынский кредит, шестой протокол, для того, чтобы Плохотнюкова команду подписали и так далее. Но приближаются выборы. Очевидно, что румынское государство, руководители Румынии, наверняка попридержали, посмотрели, кто выиграет, чтобы понимать, что нужно ли давать лиги, не нужно ли давать. Я при этом еще раз хочу оговориться сразу, чтобы наши зрители понимали, что, безусловно, я благодарен румынскому государству за то, что оказывается его помощь. Это как бы, как говорят, фэрэндуял. Но просто должны люди понимать, что этот кредит, эти гранты, вся помощь, это политическая помощь. Так вот, они подождали 2019 года. При этом с 2018 года вот этот протокол мог уже быть подписан, но Румыния ждала. Наступает июнь 2019, июль, Плохотнюк уходит, и правительство Майосандо. Переговоры возобновляются. Я хочу просто напомнить, что Румыния поддерживала Плохотнюка, социал-демократы румынские. Все понимали, все знали, что это как бы союзники Плохотнюка. В 2019 году Майосандо возобновляет переговоры и готова подписывать. Румыния ждет еще несколько месяцев. Наступает осень. Майосандо идет со своим антиконституционным признанным позже решением по назначению прокурора, когда она вышла с решением. Помните, из-за чего она ушла в отставку? Мы отправили в отставку, потому что она захотела сама лично назначать и увольнять прокурора. Все, меняется правительство, приходит правительство Кифу. И тут румынское государство присылает новую версию этого протокола, в котором появляются некие условия, которых не было в предыдущей версии. А условия такие жестко политические, внезапно. В переводе с дипломатического и политического языка на простой язык, что свои ушли, Майя Сану про европейский, про румынский политик. Пришел политик, который для них не свой, потому что он готов отстаивать интересы республики Молдова, а не полностью ложиться под интересы румын. В свою очередь Молдавское государство, Молдавское правительство говорит, не-не-не, давайте мы все-таки посмотрим, какие есть, мы все-таки не согласны с этими условиями, и мы как бы давайте немножко поменяем их и подпишем. В течение всего 2020 года этот протокол лежит и маринуется, грубо говоря, на русской стороне. Не подписывается. Наступает конец 2020 года, наступает 2021 февраль. Мы знаем, что термин девелоплитати до марта. Правительство это уже исполнившие обязанности отправляет ноту и говорит, что давайте так, давайте мы возвращаемся к 2018 году хотя бы и подписываем. Все равно и ноль эмоций. таким образом, чтобы просто люди понимали, этот румынский кредит, этот грант, эти деньги, они обусловлены политически. Нас пытались, чтобы мы подписали договор на условиях, которые мы не подписывали ни с одной страной, то есть условия, которые были в этом политическом соглашении, не ультимативные, но условия, которых нет ни в одном договоре ни с другой страной. Мы отказались. Мы сказали, давайте все-таки переведем на нормальный ревиз, как со всеми другими. И там это все замариновалось. Подошло время, договор истек. Потому что сейчас нет правительства, которое полностью про румынское или про маянское. Все. То есть надо говорить честно и открыто. Кто-то говорит, я сегодня видел в одной из конференций экспертной, где экс-министр иностранных дел правительства Майя Нику Папецку говорил о том, что якобы кто-то саботировал с прошлой осени. Нет, никто не саботировал. Просто впервые за многие годы, еще когда это было Молдовское государство, ну и при президенте Дадони и при этой коллаборации, при этом сотрудничестве трех вицеев власти, мы сказали, что мы готовы подписать, но только не на кабальных условиях, не на условиях политических, которые не выгодны Молдове. Таким образом это не прошло. Возвращаясь к геополитике. А теперь давайте сравним с тем, что было с российским кредитом. Да. Понимаете, да? То есть с одной стороны ребята заблокировали в прошлом году 200 миллионов евро. Это 4 миллиарда леев. Которые могли быть потрачены на маски, на дезинфектанты, на те вещи, которые тогда, весной прошлого года, были так же важны, как сегодня вакцины. Потому что тогда только все начиналось и резко-резко пошло и мы не понимали, как с этим бороться. И тогда очень много медиков начали болеть. Очень много, потому что не знали. То есть с одной стороны заблокировали 4 миллиарда, 200 миллионов евро. 4 миллиарда. Не хотели, понятно, что румынское государство, это их дело, не хотели подписывать, не хотели. А сегодня, помимо того, что заблокировали в прошлом году, сегодня хотят потратить еще 120 миллионов на свои политические хотелки. То есть в той ситуации можно было им так делать, сегодня, то есть в той ситуации нельзя было брать кредит, а сегодня можно из бюджета попытаться взять 120 миллионов на выбор. Но я думаю, что им это не удастся, потому что по закону выборы могут проходить только за деньги из бюджета. Никакие ни гранты, ни кредиты, ничего нельзя будет делать. Поэтому я думаю, что даже если они будут настаивать на выборах сейчас до начала массовой вакцинации, непонятно, на какие деньги это будет проходить. Я думаю, что я совершенно уверен, что большинство граждан Молдовы, если вы сейчас выйдете на улицу и спросите 10 человек, 8 или 9 из 10 скажут, что, конечно же, на вакцинацию в первую очередь, а уже потом выборы. Через 3-4 месяца, которые ничего в глобальном смысле не решат. Понимаете, разница выборов сейчас и через 3-4-5 месяцев полгода, это для Майя Санду, для ПАС, который сейчас просто рвет рубашку, это может быть 3-4 депутата, у них может понизиться рейтинг. Вместо 40 и 35 у них мандатов. Но в человеческих жизнях разница в 5-6-7 тысяч жизней. Стоит ли один мандат, если поделить 5 тысяч жизней на 5-7 мандатов? Это несколько тысяч человек за мандат. Я думаю, что это не очень правильная математика. И все равно придется договариваться. Это отдельная тема. Я даже не говорю, я не говорю о том, что может увеличиться резкое количество смертей. Я не говорю о том, что нужно договариваться. И мы можем не придем, мы можем не прийти к консенсусу. Более того, мы сейчас раскрыли... К такому же варианту. Да, не к такому, еще к худшему. Я объясню, почему. Если сейчас Конституционный суд говорит, окей, она права, а нам президент может отказывать постоянно к парламентскому большинству, где гарантии того, что в следующем парламенте, следующее парламентское большинство, каким бы оно ни было, выдвигает кандидатов в премьер-министры, а президент говорит, вы знаете, мне не нравится, мне не нравятся эти депутаты, которые на новый пришли. Ну, мне нравится, и все. Вот у них есть проблемы с интегритацией. Вот у кого-то дом большой, у кого-то незарегистрированная машина, и вот там среди 55 или 60 депутатов есть 4-5 депутатов, которые плохие. Вот мне нравится, и все. Давайте снова на выборы. Все-таки, вот у меня 45, вот Алина Тичпати, еще 5 депутатов я доберу, 6, и все, и будет счастье вам. И опять на полгода. А вакцины сегодня нету, или есть в маленьком количестве. Понимаете, да? Вы сейчас серьезно об этом говорите. А подождите, не, я не серьезно говорю, подождите. А если у нее сейчас получится? Вот если сейчас она отказалась, буду назначать примеры от большинства. Вот что ей помешает? В следующий раз то же самое не сделала. Вот скажите, вот что? Вот она проснулась утром, посмотрела список депутатов, ей сказали, что этот плохой, этого что-то не так, это так далее, и так далее. Все, вот плохие, все, поехали по новой. Конституционный суд, ну, если все-таки Конституционный суд не посмотрит на дух закона, а пойдет по букве закона, да, формально, две попытки. Хотя мы понимаем, как эти попытки были сделаны, особенно, во-первых, они были ненастоящими, во-вторых, люди не понимали, депутаты не понимали, готовы ли сама, Майя Санду, ее фракция голосовать, и как господин Слуцарь, человек, который, их бывший союзник, союзник, да, он как бы признал, сказал, что господин Гроссу до последнего даже не понимал, и не говорил, будет ли они голосовать, не будет, и в конце концов сказал, что они не голосуют за меня, то есть это как бы фейковое правительство было, второй раз, а если как бы ты приходишь и становишься премьером, и при этом не хочешь, чтобы ты был премьером, а как ты будешь работать в этой тяжелой ситуации, вот сейчас, когда ты должен просто выходить из кожи вон, чтобы спасти страну от того, куда мы сейчас катимся. То есть... Ну, мне кажется, что, во-первых, надо иметь опыт работы, надо понимать, за что ты придешься. Я про это вообще не говорю. Я не говорю о том, что... Надо иметь команду, которая придется к городу. что президент Майя Санду предложил он нашей стране, нашему обществу, министра экономики, у которого послужной список является переводческая контора и офшорные счета, и офшорные дома. Господин Спын, но при всем уважении к нему, как, может быть, хорошему специалисту в области предпринимательства, может, он хорошо создал международную компанию, которая занимается переводами, да? Но, мне кажется, министерство экономики, которое у нас имеет, и министерство транспорта, и госпредприятие крупнейшее, и ситуация с инвестициями, ситуация с железной дорогой, который владеет компанией по переводам, не знаю, а он что будет переводить? Что он будет делать как министр экономики? Переводить с государственного языка на русский? И кого он привлечет? Своих переводчиков? Какая у него будет команда? Я не очень понимаю, вот как это вот так? Давайте на этот вопрос мы вернемся к нему после рекламы. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш разговор в студии программы «Главная» Гай Квартанян, и мы говорим о том, что происходит у нас в стране, и к чему мы идем. Уж медленно или быстро, это уже другой вопрос. Я хотела бы задать вопросы. Господин Кику сказал, что Молдовы ждут финансовые проблемы. В июне-июле возникнут эти проблемы, если все так и будет продолжаться. И он говорит о том, что у нас не останется денег в бюджете. Смотрите. Мы и так, мне кажется, находимся в экономическом коллапсе. Мне кажется, экономические агенты просто наладом дышат. Ситуация действительно тяжелая. С одной стороны, я склонна доверять господину Кику, потому что он себя показал как специалист. И показал себя как эффективный менеджер, который точно понимает то, чем он занимается, и за что берет ответственность. Я тоже склонен, с одной стороны, верить господину Кику как специалисту, который, в принципе, один из лучших финансистов Молдовы, экономиста, он как бы доказал. При этом, я не исключаю, что в принципе, чтобы не совсем сгущать краски, но теоретически, чтобы не было просто в одностороннем, мы критиковали сану и так далее, я не исключаю, что в принципе можно какие-то расходы урезать, подрезать. Есть какие-то вещи, которые неэссенциальны, несущественные для выживания. Какие-то ремонты, какие-то госучреждения. Есть такие вещи, которые в принципе можно наскрести. Пока что нет общего локдауна, пока что экономика худо-бедо, но хоть как-то работает, то есть есть поступление в бюджет, есть импорт, есть поступление с таможни, то я думаю, что денег на пенсии и зарплаты, по крайней мере в госбюджете, должны хватить еще на ряд месяцев до такого момента, когда у нас будет полноправное правительство. Но очевидно, что ситуация действительно сложная. Я просто не очень хочу, не хотелось бы как бы наводить туч как бы нашим зрителям, тучи вот на улице сегодня. И чтобы не было прямо аж совсем плохо, потому что давайте все-таки... Хорошо, давайте расскажем. А что у нас хорошо? Вот такой вопрос. Вот все, чтобы не наводить вот этот вот, да и на улице тоже тучи, тогда скажите мне, что у нас в стране хорошо? Я думаю, что у нас самое главное хорошо, это вот как бы не банально это звучало, что у нас понимающие, хорошие люди, но не в смысле «вамень-бунь», который испоганили это выражение, а в смысле том, что вот как в 2019 году граждане, люди пододвинули, нас подвигли блококум и социалистов, чтобы как бы объединиться и разрушить это вот зло, которым был на тот момент господин Плохотюк и та система, которую он создал. Я думаю, что вот и сейчас все-таки на определенном этапе, в том числе и избиратели, и активисты, те, кто поддерживали госпожу президента и партию ПАС, они все-таки немножко образумят, и они скажут, что все-таки надо немножко притормозиться своими политическими амбициями и постараться все-таки заняться в первую очередь приоритетными вещами. Поэтому я соглашусь, что сейчас тяжело во что-то вообще верить, в кого-то верить. Я верю, что все-таки наш политический класс, хоть он и в большом, ну, по большому счету, он не в самом лучшем состоянии, но все-таки есть еще какие-то резервы, которые позволят нам удержать ситуацию под контролем с точки зрения того, чтобы она не деградировала полностью и чтобы страна не погрузилась в полностью неуправляемый хаос. И здесь я говорю как бы не только и не столько о социалистах, как о крупнейшей политической силе на левом фланге, но и в целом и о других партиях, и о других людях, и об обществе в целом. Потому что, ну, кроме как на людей, надеяться не на что, потому что если мы перестанем перестанем прислушиваться к тому, к пульсу общества, то, что сейчас больше всего требуют люди, то грош цена такому политическому классу, и действительно такой политический класс, который не прислушивается к людям, должен уйти. А я вижу, из того, что я вижу, и я думаю, что большинство телезрителей согласятся, все-таки сейчас самый главный приоритет это не замена одних депутатов на других и увеличение просто одной партии, количество мест в одной партии, а в первую очередь вакцинация, которая позволит приостановить эту тяжелейшую ситуацию со смертями и немножко сбросить эту тяжесть с нашей медицинской системой. Потому что я просто хочу еще раз сказать, что, во-первых, ситуация с вакцинацией тоже непростая с точки зрения, что наши власти, к сожалению, да и в целом политический класс не очень хорошо коммуницирует и общается с людьми. У нас очень большое количество людей, которые не верят в вакцины. И это плохо, мне кажется. Наверное, уже научно доказано, как минимум эмпирически доказано на опыте других стран, что как минимум одна доза, даже если ты сделал одну дозу вакцины, у тебя уже шанс, грубо говоря, умереть от вируса уменьшается в разы и практически до нуля. То есть как минимум одна доза, она уже производит определенное количество антител иммунитета, которое позволит уменьшить тяжесть. То есть после одной дозы теоретически ты можешь заболеть, но это будет очень-очень легким форумом. Вторая доза усиливает многократно. Поэтому сейчас идутся, в том числе среди производителей вакцин и Pfizer, и Sputnik. Sputnik, по-моему, даже делает уже вакцину, которая Sputnik Lite, однодозовая. Сейчас они все хотят, чтобы эти две дозы превратились в одну, чтобы после одной дозы был такой сильный иммунный ответ. Но сейчас нужно все ресурсы государства, на мой взгляд, направить на то, чтобы а. общаться с людьми, убедить в том, что вакцинация – это единственный способ победить пандемию, хотя бы опуздать ее. И этот способ доказан уже в более чем столетии. Ну, слушайте, ну, давайте возьмем… Я уж не говорю про… Посмотрим советский период, посмотрим на наше плечо. Да, корь, да, витрян… Ну, до сих пор вакцинируем детей. У нас были врачи, у нас были эпидемиологи. Они вакцинировались, эти врачи. Они нам объясняли, что мы 200 лет используем вот такой вид этой вакцины. Я думаю, что опыт Израиля, где было вакцинировано… Вакцинировано практически 100% населения. И знаете, у меня много друзей живет в Израиле, соцсети позволяют видеть, как они уже ходят гулять, когда они ходят в тренажерные залы, когда они собираются, когда они обнимают друг друга. И я понимаю, что эта страна возвращается к нормальной жизни. Ты смотришь и понимаешь, что вот здесь ты, а вот там, как на другой планете. Я хочу вам сказать, что по опросам того же самого ИМАСа, 62% граждан считают, что досрочные выборы нужно проводить только при условии соблюдения Конституции. В данном случае у нас Конституционный суд решает? Ну, формально Конституционный суд издаст свое решение, которое скажет, что либо соблюдены два условия формальные, по букве закона, что все, парламент можно распускать, есть два раза не голосование и три месяца нет правительства. С другой стороны, опять-таки, даже Конституционный суд, в принципе, его решения, они как авис, то есть они, ну, они как бы обязательны к исполнению, но если есть, опять-таки, возвращаясь к Венецианской комиссии, и к воле парламента, у нас парламентская республика, у нас не республика. И к воле народа. Да, ну, воле парламента и народа, то есть у нас, я просто хочу напомнить нашим зрителям, что у нас по факту, а парламентская республика, у нас не президентская республика, у нас не республика ПАС, когда МПДС, у нас не республика, которая как бы, ну, не монархия, не может у нас царица или королева решать все за нас всех, понимаете, давайте распустим все, Конституционный суд, парламент, правительство, и все будет решаться в администрации президента, если вот так, наверное, они хотят. Поэтому, тут, опять-таки, просто наши зрители, я хотел бы, чтобы они понимали, что ни я, ни мои коллеги, никто, вот с кем я общаюсь, никто не держится за депутатское кресло. Я как жил, вот, сколько, 32 года назад, мне было 39 лет, вот я как-то 30 лет жил, не побывав депутатом парламента, я так и могу еще 39 лет, дай Бог прожить, чтобы и не быть в этом парламенте. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, какое государство мы строим. Например, через несколько дней, я и мой коллега, мы по линии межпарламентской с Англией СНГ, даже не в минуте, в первой половине, в конце первой половины декады, в конце первой декады апреля, мы едем в Киргизстан, как по линии межпарламентской ассамблеи СНГ, как наблюдатели за референдумом по изменению Конституции, который инициировал и партии, и в том числе и президент Киргизстана. И причем там, там меняется форма правления на президентскую, предлагается усилить значительно президентскую власть, распустить правительство, сделать министром, грубо говоря, частью президентской администрации. То есть, это а-ля такой, где-то приблизительный вариант исполнительной власти по типу американского, что там тоже как бы нету правительства, там, грубо говоря, министры назначаются президентом. Если мы идем по этому пути, окей, давайте менять конституцию, давайте проводить референдум, давайте разговаривать с народом, можно это после того, как мы решим вопрос с пандемией. Вот. Мне кажется, сейчас не время решать свои политические амбиции. Почему партия, вот многие задают вопрос, почему партия Пассари не договорится с партией Майосанду, о том, чтобы давайте мы сейчас закопаем топор войны, мы решим вопрос пандемии с вакцинацией, и потом вернемся к досрочным выборам. Почему это не происходит? Так в том-то и дело, что вот об этом уже говорил и господин Фуркулица, и Влад Батренча, и Игорь Дадон, что у нас был ряд переговоров с партией Пасс, мы постоянно с ними на связи, в том числе и в парламенте. Более того, в день, когда господин Дадон, господин Фуркулица и господин Батренча, они были на переговорах тогда перед Гроссу, и чтобы развеять какие-то сомнения, была в прессе информация, что якобы Дадон появился случайно, нет, не случайно, об этом было обговорено, в том числе с Майя Сандо, так было решено, в том числе, чтобы были нормальные переговоры, лидеры двух крупнейших партий, двух, в принципе, политическое крыло левое и правое в стране, и два самых популярных политика, в том числе, по итогам президентских выборов, внутри страны. То есть, если не брать диаспору, это примерно 49 на 51, то есть 50 на 50. У нас были эти переговоры, и мы, в принципе, шли вперед, чтобы назначить, чтобы договориться о том, что мы проводим вакцинацию, и потом назначаем дату выбора, после того, как начинается массовая вакцинация. Но, к сожалению, так получилось, что во время этих переговоров, понимая, что обычно на переговорах такого уровня, ты не сидишь с телефоном в руке, у тебя нет телефона, либо ты оставляешь телефон, президентуру еще часто, когда приходят к президенту, оставляют телефоны, как минимум, в холле, ну, из соображения безопасности. Так везде работают, наверное, в всем мире. И вот в этот момент кандидату Рыжтяну публикуют в Фейсбуке свой знаменитый опыт, что она не хочет участвовать в каких-то играх, и буквально через минут, в 15-20, после того, как закончились переговоры, Майя Сану, через полчаса, через час, выходит с кандидатурой Гроссу, которую она не обсуждала ни с кем, ни с социалистами, ни с платформой «Да», ни с кем. То есть это было вообще ниоткуда. Ну, есть знаменитое выражение «совпадение», не думаю. Но пусть поступок госпожи Рыжляштяна, которой доверили столь высокое назначение в такой тяжелый период, в котором социалисты, англичан и Еггодон предложили, она согласилась, и тут внезапно она отказалась, опубликовала свой опыт в Фейсбуке, не тем утром, заранее, предупредив, а именно в тот момент, понимая, что в этот момент, и зная, что в этот момент будут вестись переговоры, и, возможно, они будут закрыты переговоры, человек вообще может не знать. То есть, даже если это не совпадение, но человек, когда пошел на это, опубликовал именно в эту секунду, в этот момент, понимал, что он действует так, немножко из-под тяжка. Но это ее дело, это ее решение, это ее видение, так, как она хочет зайти в молдавскую политику, я думаю, заход в молдавскую политику уже обернулся для нее выходом, то есть она уже в молдавской политике никогда не зайдет. Но это ее дело, это ее стратегия, как на ее совести. Поэтому, да, ну и, собственно говоря, госпожа Майосанду использовала этот момент. Не хочу говорить, что она знала об этом, не хочу верить в то, что это была все скоординированная операция. Она, в принципе, могла и теоретически не знать об этом, за ее спиной это могли провернуть, договориться и сделать другие силы. Мы прекрасно понимаем, что она действует не одна, и что ее поддерживают очень влиятельные силы по западу нашей страны. Поэтому не будем уточнять, кто. Но, да, кто-то может смеяться, что это конституционная логическая теория, но я в такие совпадения не верю, что прямо в минуту, когда проходят такие важные переговоры, появляются такие сообщения и это. Я уже не говорю о том, что у нас страна почему-то превращается даже не в республику Паса, а в республику Фейсбук, когда конституционный суд берет статус из Фейсбука и на основе этого статуса из Фейсбука, что человек отказался от номинации, принимает такие важные решения. А если Фейсбук ее взломали, а если на следующий день она говорит, что мой Фейсбук взломали, это вообще не я писал. Так что, целый президент и конституционный суд будет сейчас менять свое решение. То есть, к чему мы идем? 21 век. Феномен социальных сетей. Понятно, но, ладно, социальные сети, но есть же какие-то сдержки и противовесы с точки зрения государственной машины, государственного управления. Второй, хорошо, феномен-то феномен. Давайте возьмем вторую, феномен продолжается. Есть блогер один, не хочу делать ему рекламу. Он такой, немножко импульсивный, унионистский блогер такой кушпо ходит и везде там всех видео снимает и там всех посылает. Очень такой, радикальный иногда. Так вот, он вчера, позавчера, пару дней назад вышел где-то в Джуджу-Лештах, увидел какие-то два грузовика с зерном и поднял хай, что все, все пропало, зерно уходит из страны и все закрываем в видео, на Фейсбуке. Через два дня целый президент страны пишет в Фейсбуке, что я требую, чтобы правительство издало указ о запрете экспорта зерновых срочно. Почему? На основе чего? Какая информация? Дай статистику. Сколько зерна в хранилище? Сколько осталось? Что можно вывозить? Что нельзя? Можно ли, согласно ВТО, в Всемирной торговой организации вообще делать запрет на экспорт зерна в условиях обычных? У нас сейчас нет чрезвычайной ситуации. Ладно, у нас была бы чрезвычайная ситуация, к которой мы еще теоретически можем, кстати, прийти. Но в обычной ситуации с точки зрения экономики, когда у тебя нет никаких запретов, когда ты есть член страны, страна, член ВТО, Всемирной торговой организации, президент просит по Фейсбуку правительство на основе другого, на основе выступления какого-то блогера неизвестного, ну, известного, но просто блогера в видео. У меня вопрос. Если этот человек, ее партия, придет к власти, как вообще будут приниматься решения в стране? На основе Фейсбука мы превращаем страну в страну соцсетей, я не знаю, в страну НПО, в страну грантоедов, в страну кофебрейкеров, которые всю жизнь работают над тем, что 3-4-5 человека собираются, эксперты, пишут проект, подают проект, получают финансирование, делают отчеты потом, выходят на телевидение, выходят на другие вещи, себя называют экспертами, делают программы в Ютубе, критикуют я отдельно говорю, что это политическая у них деятельность, то есть у них написано продвижение демократии, но почему-то продвигается демократия против одной определенной силы, и за другую, это отдельная тема, но вот такого типа люди претендуют на власть, с такого типа людьми госпожа Майосанду советуется, то есть у нас есть 85 депутатов, которые избраны, сколько мы уже об этом говорили, чтобы не повторяться, сотнями тысяч людей, госпожа Майосанду говорит, нет, я не хочу с ними общаться, они плохие, они должны быть распущены, они все плохие, все, те, кто за них голосовали, наверное, тоже не очень понимают, я пообщаюсь с гражданским обществом, смотрим, на кто в этом гражданском обществе, с кем она общалась, она садится со гражданским обществом, среди них есть люди, например, которые проводили реформу в эпоху Плохотнюка, там, Гребенча, если вы помните, человек, которого, наверное, она хотела, чтобы он был глиням прокурора, через которого прошли десятки миллионов евро западного финансирования, которое ушло на формирование реформы юстиции в Молдове в эпоху Плохотнюка. Я думаю, результат реформы юстиции в эпохе Плохотнюка по лекалам господина Гребенча мы видим все на лицо, с этим человеком общаются. Там был господин Андреевский, уважаемый мой по-человечески, как политолог, специалист. Другое дело, что его прогнозы в основном никогда не сбывались. Третье дело, что он работал на холдинге Плохотнюка, советовал Плохотнюку. И у меня вопрос. Вместо того, чтобы общаться с парламентариями, которых избрал народ, господин президент решила пообщаться и узнать мнение, что делать дальше с НПОшниками, которые получают гранты из-за рубежа. Может ли это квалифицироваться как какого-то рода внешнее влияние на наше государство? Когда большинство из тех, кто были, с кем у нас советовался, непривистая организация, вот если взять каждого из них, можно прямо сказать, и можно даже взять книгу Богдана Цирди, и там большинство из них, или часть из них, но можно найти, что наверняка мы знаем, кто в каких проектах участвует, что получает финансирование определенных западных структур. У меня вопрос. Если президент страны советуется с людьми, которые получают, практически все получают финансирование западных структур, это влияние или не влияние? А кто может ответить на этот вопрос с точки зрения закона? У нас законодательство, вы опять-таки поймите, чтобы меня не правильно, я не против неправительственного сектора, я не против того, чтобы люди получали гранты, чтобы давали экспертную оценку и так далее, но когда все так однобоко, когда ты приглашаешь только тебе лояльные эксперты общества, когда ты приглашаешь лояльных тебе журналистов, мы не будем называть имен, потому что некоторые имена работали, в том числе, на этом канале, возникают вопросы, поэтому... Господин Варданян, чтобы вы не говорили о том, что мы принимаем какую-то одну сторону, я задам... Я не про канал говорю. Нет, я понимаю, я задам, чтобы наша передача не казалась такой. сложный, тяжелый вопрос. Да, обязательно. Я хотела спросить вас, в тех же самых соцсетях, да, и, скажем так, в очередях на почту среди пенсионеров и среди людей, которые живут в этой стране, ходит такой вопрос про российскую вакцину. Дословно говорю, что говорят люди. Почему, если Додон про российский, он ездит в Россию, договаривается, почему до сих пор он не договорился по поводу российской вакцины? Мы ждем, мы хотим, пожалуйста, где вакцины? Объясняю, объясняю, первое. Это первый вопрос, и потом я задам второй вопрос, ну и отвечайте. Смотрите, по поводу российской вакцины. Значит, во-первых, я просто хочу, чтобы еще раз люди понимали, вопрос появления вообще вакцин в Молдове, он был политизирован настолько, что в определенный момент, когда нам нужно было регистрировать вакцины, какие вакцины допускаются, по моей информации, и из достоверных источников, в том числе из Министерства здравоохранения, в том числе от моих коллег из депутатского корпуса, которые занимаются, в том числе мониторят эти вещи. Изначально в Министерстве здравоохранения и оттуда под влиянием некоторых людей из администрации президента, как говорят, у меня как бы нету доказательств, но изначально были такие условия, которые сразу отсекали бы российскую вакцину. Ну, грубо говоря, у нас, мы предлагаем, чтобы в Молдове, я просто перевожу с бюрократического на человеческий язык, мы предлагаем, чтобы в Молдове использовались вакцины, которые одобрены Евросоюзом и американские здесь, да, центр по предотвращению болезней. По фармацевтике, по лекарствам. Да, да, да. Грубо говоря, только лекарства, которые одобрены европейским и американским регулятором. Да. То есть, грубо говоря, отсеиваем российскую вакцину, отсеиваем китайскую вакцину. Да. Сразу. День старт. Нам удалось это, как бы, вот эту попытку геополитически тормознуть, вот как в прошлом году тормознули кредиты российские, пытались тормознуть российскую вакцину. Да, я хотела бы отметить, что в этой передаче господин Чеботарь нам сказал о том, что был такой случай, получается, уже точно две недели назад, когда российская вакцина в виде гуманитарной помощи была загружена на самолет и выгружена. Вот, это второй эпизод. Я не знаю про него, ничего не могу сказать. Как бы, это Ярослав знает, наверняка он знает, потому что мы знаем, что господин Чеботарь косвенно или напрямую связан с одной из авиакомпаний. Он, в принципе, в теме. Он знает, что, наверное, знает, что происходит в аэропорту или знает, что происходит в авиаиндустрии. Но была попытка документально на уровне регламентов, на уровне закона, на уровне решений министерства и департаментов, которые занимаются вакцинацией. Теперь мы ее предотвратили, в итоге мы пришли к тому, что, да, и, в принципе, ситуация начала ухудшаться и, наверное, поняли, что западные вакцины особо не придут. Ну, Pfizer и Moderna отказали. Я говорю про массовую вакцинацию. То есть, то, что оно пришло по линии Ковакс и по линии гуманитарной помощи из Румынии, огромное спасибо и так далее. Хотя и даже здесь, даже здесь, Ковакс был еще сделан еще летом, с начала осенью, правительством Кику и госпожой Дубровяна. В том числе, как бы, ну, предназначен. То есть, это... Да. А Лавры уже почевал, там, уже другие послы пришли, уже президент, хотя, в принципе, запросы тогда, в принципе, все переговоры были тогда еще. При Дубровяну и Кику. А? При Дубровяну и при Кику. И Кику, да. Ну, опять-таки, это сейчас не так важно. Вопрос другой. Что сейчас со спутником? Насколько я знаю, что, и, по-моему, господин Дубровн об этом говорил в одном из своих эфиров, по пятнице пришли интересы в спутни, что он собирается, в том числе, сейчас, в ближайшее время, как бы, возобновить переговоры и все-таки добиться того, чтобы гуманитарная помощь пришла. Как скоро это будет? Насколько я понимаю, в ближайшие... Я не хочу просто говорить, говорить то, что я не знаю точно и не хотелось бы обнадеживать. Не говорю, что через несколько дней, но я думаю, в ближайшие несколько недель это 100%. Потому что из того, что я слышал, как бы изнутри. Это первое. Второе, насколько я знаю, Зинтернодвичанны, в том числе, с нашими коллегами, вели переговоры с китайской стороной, с китайским послом, уже в течение нескольких недель. И, насколько я знаю, сегодня была информация, и Зинтернодвичанна сегодня встречалась, в том числе, и с китайским послом, китайцы тоже предварительно готовы выделить нам определенную партию... Когда это будет? Не знаю, если это Синафарм, но китайскую вакцину в ближайшее время. Поэтому я подозреваю, что... И еще, третий момент, господин Дадон об этом предупреждал, говорил, что в первую очередь сюда придет гуманитарная помощь, российская вакцина, спутник В, в более укороченном формате, ну, сколько могут. Потом, основная будет госзакупка. И с того тендера, и с того запроса на разные вакцины, большинство, 50-60-70%, скорее всего, это будет спутник ВИИ из-за того, что он наиболее востребован. Потому что мы знаем, есть определенные вопросы с точки зрения имиджа у Астасенеки. Хотим ли мы того или нет, но часть наших граждан, и в том числе и врачи, боятся и прививаться из-за проблем в разных странах. Еще не доказано, кто-то говорит, что связано с тромбозами, кто-то где-то не связано, но хочется надеяться, что все это как бы... они не связаны, что все-таки будут люди прививаться тем, что есть. Но реалии таковы, и опросы это показывают, что все это большинство людей... У меня среди знакомых есть, кто уже прививили с Астасенеки. Да, и все нормально. Да. Ну, слава богу. Но вопрос в том, что реалии таковы, что все-таки, если говорить массово, из того, что есть сейчас, из научных данных, что, наверное, все меньше всего и практически нету побочек это у Pfizer и у Sputnik. Поэтому большинство людей понимают, что Sputnik намного ближе к нам, более доступен с точки зрения того, что он может прийти ближе к Pfizer. Очевидно, что пока не вакцинирует всю Америку и Канаду, весь мир подождет. Ну, это их... По запросу Стоянову, Кваминздрав уже ответил на этот вопрос. Мы уже знаем ответ по поводу... А Израиль это был, в том числе, с одной стороны, настойчивость, там, Нитанияху, и под выбор. У Израиля в Израиле были выборы, он под выбор это сделал. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, вот, опять же, возвращаясь к этому вопросу. Да. Первая гуманитарная, вторая закупка, и третья. Очевидно, что наверняка будет и коммерческая история, потому что компании тоже могут участвовать в закупке после этого. И это тоже, наверное, нормально. Почему, как во всем мире, ты можешь быть в очереди, ждать несколько месяцев, а кто-то захочет побыстрее, и у него даже даже возможность привиться спутником, Pfizer, Mastacine, Sinopharm, любой из вакцины в частной клинике. И это тоже, скорее всего, я подозреваю, что будет. Не знаю, но я, скорее всего, что это должно быть. Но когда это будет, я не знаю. Я уверен, что в ближайшее... И господин Дадон говорил, конец марта. Так вот, конец марта уже наступил. Я думаю, что в том числе об этом он говорил не просто так, что были какие-то предварительные договоренности с российской стороной, с послом, с теми руководителями, которые общаются в России. Я думаю, что в ближайшие недели-две должен быть вопрос... 99.9% решен. Я уверен на это. Хорошо. И второй вопрос, которым оперируют ваши оппоненты. Они говорят, да, вы против выборов, да, он может привести к коллапсу, но почему тогда проходят выборы в ГГУЗе? Тоже хороший вопрос. Я скажу так. Мое личное мнение, что по-хорошему, то мне кажется, что и в ГГУЗе вы могли бы пару месяцев подождать. Мне так кажется. Но опять-таки, я не являюсь депутатом Молдавского парламента, я не являюсь ни ГГУЗом по национальности, не представляю ГГУЗу. То есть это мы могли бы, наверное, сказать, если бы перед вами был бы один из депутатов, например, кто представляет ГГУЗу. Например, наши коллеги, господин ГГУЗ Суходольский, либо Гексал. Хороший вопрос. Пум-пум-пум. Но смотрите, ГГУЗские выборы решают местные органы власти. У них как бы в ГГУЗе своя автономия, и там есть в том числе своя избирательная комиссия. Также они решаются, дата проведения выборов назначается на основе решения народного собрания ГГУЗа, то есть местного парламента. Поэтому как бы это их внутренняя кухня, с точки зрения самой процедуры назначения выборов. На это как бы особо влиять мы с центра не можем. Но очевидно, что поскольку ГГУЗа является частью Молдовы, и люди постоянно ездят из ГГУЗа в ГГУЗу, и есть риск, что, например, если выборы пройдут, и резко поднимется, не дай бог, количество зараженных ГГУЗи, то это может повлиять на то, что люди, когда будут приезжать из ГГУЗи в другие регионы Молдовы, это тоже может повлиять. Поэтому я соглашусь где-то даже с нашими оппонентами, чтобы не во всем их обвинять, и говорить, да, что. Я соглашусь, что возможно, что выборы в ГГУЗе, может быть, имел бы смысл повременить хотя бы несколько месяцев. Я думаю, что ничего прямо, ну, мега страшного не произойдет с точки зрения управляемости. Потому что, насколько я знаю, народное собрание там есть, исполком работает, Башкан Леновлак отлично справляется со своими обязанностями, насколько я знаю, из-за того, что я общаюсь с разными жителями ГГУЗи, и у меня есть как бы друзья. ГГУЗи тоже живут здесь. Поэтому, но, как бы, решение, как говорят, дичи запроценивало. То есть, решение не житой. Да, спасибо большое. Ой, время быстро бежит. У нас уже прошло больше. Да, я просто много говорю, наверное. У нас уже прошло больше часа, и я бы хотела задать последний вопрос. Я знаю, что Майя Санна обратилась в конституционный суд по вопросу распуска парламента. Она говорит, что у нее есть для этого все веские основания. Давайте вот оттожим нашу передачу. Как дальше будет развиваться ситуация? Чего ждать людям в ближайшие недели? И можно ли выйти из этого кризиса? Предпринимает ли фракция ПСРМ какие-то действия, потому что бы выйти из этого кризиса и все-таки заняться страной, экономикой и людьми, которые здесь живут? Смотрите, грубо говоря, два политических лагеря. Каждый идет по своей повестке дня. Один политический лагерь, лагерь Майя Санду, хочет всеми способами добиться досрочных выборов, чтобы, по их мнению, набрать большинство либо как можно больше депутатов. Но очевидно, что после досрочных парламентских выборов как минимум три месяца пройдет. Мы уже о начале говорили. И плюс еще какое-то время пройдет, которое, во-первых, неизвестно, если договорятся между собой партией. Два, если договорятся, понравится ли Майя Санду лично кандидат либо депутат, который за него подписался. То есть это все... Мы уходим вообще в неизвестную территорию. То есть нам предлагают сегодня в самый разгар пандемии уйти в неизвестность. Это первый лагерь. Второй лагерь. Очевидно, что это социалисты, которые сказали, что очевидно, что сегодня проводить выборы это опасно. Нужно начать вакцинацию массовую. Хотя бы 300, 400, 500, 600 тысяч вакцинировать. Причем сегодня, если вакцинируется 7800 человек, то за 125 дней это будет под 100 тысяч всего лишь. А нам нужно 500-600. 500-600 нужно хотя бы 5-6 раз увеличить. То есть хотя бы 5-6 тысяч в день нужно вакцинировать. Минимум, а то и 10. И больше. Но для этого нужно большие лоты вакцин. Нам нужны большие лоты вакцин, нам нужны деньги на эти лоты. Плюс места, где вакцинировать, плюс волонтеры, которых нужно тренировать. А все это, система нужна... И плюс компанию государственную, которая разъяснит, что это важно. Да. И вот всем этим нужно управлять. А управлять должны люди с полноправным, которые работают в полноценном правительстве. Это первое. Не только в полноценном, но я думаю, что и те, которые понимают, что они делают. Абсолютно. То есть нам нужны эффективные менеджеры. Так вот, кроме пандемической ситуации, очевидно, что мы будем предлагать, не просто предлагать выход в такой, но мы будем делать все, чтобы постараться ситуацию не упустить из-под контроля и вернуть госпожу Санду и тех, кто ее поддерживает, в конституционное поле и в поле безопасности для общества, для граждан. А именно, мы надеемся, что судьи конституционного суда прислушаются все-таки к... То есть рассмотрят ситуацию не просто как галочки в законе. Вот было две попытки. И неважно, как они были. И все. Но, принимаем во внимание то, что... А. Президентура просто наплевала на мнение большинства в парламенте. Какое бы оно ни было. Конституционный суд же и президентура, это же не судьи. Они не имеют права судить людей просто потому, что он им не нравится. Тут мы не можем заниматься политикой. Общество не может быть заложниками политиков, которые принимают решения на основе своих эмоций, на основе своих предсупунь, предположений. То есть, Конституционный суд, мы надеемся, все-таки примет решение в духе закона, в духе времени, в духе ситуации. И все-таки поставит, как бы скажет госпожа Александру, что все-таки пока есть парламентское большинство, оно превалирует в парламентской республике и должно быть назначено правительство. А уже потом, когда мы получим, если мы получим такое решение, мы уже перейдем к Майя-Санду по поводу переговоров и скажем, госпожа Александру, давайте общаться, давайте подумаем, когда будут выборы в сентябре, в октябре, в ноябре. Но точно мы знаем, что за несколько месяцев вот файди паркурс, вот дорожная карта, мы прививаем столько людей, потом договариваемся, правительство уходит за ставку и идем на выборы. Это второй момент. Если же, я не хочу говорить о третий сценариях, это уже в притче во языцах, но сценарии же все-таки разные бывают. И третий сценарий, если Конституционный суд говорит, что Майя-Санду права, вот две галочки, все, дальше вы решайте сами, как хотите, ну, грубо говоря, что все, она может распространять парламент, то опять-таки мы будем использовать все рычаги, которые есть у парламентской фракции, у крупнейшей партии. Это рычаги, в том числе, и Конституционный суд, чтобы еще раз он разъяснил, все-таки есть или нет. И мы приведем наши аргументы. Не те аргументы с президентурой, две галочки, что 90 дней, три месяца нету и две попытки, а именно, как это все было, как на повороте попытались там, да, и так далее. Ну, и есть решение Конституционного суда об отмене. И будем стараться все-таки заблокировать выделение этих средств на проведение выборов в момент, когда нам настолько сильно нужны как можно больше вакцин, как можно быстро. Сейчас мы действительно играем, то есть не играем, мы сейчас находимся в гонке с вирусом, и гонка предназначает, кто быстрее. Либо мы привезем 500, 600, 700 тысяч вакцин, либо вирус отберет 5, 6, 7, 8, 10 тысяч жизней. Если будут досрочные выборы сейчас, и мы будем заниматься не вакцинами, а выборами, к сожалению, в этой гонке победит пандемия, и политик, который вот сейчас пойдет на выборы, он будет политически, будет наказан же обществом, Майя Санды будет наказан, но, к сожалению, это будет после того, как умрут тысячи людей. И вот это самое главное, чтобы наши зрители этого понимали. Большое вам спасибо за сегодняшнюю беседу. Я благодарю наших зрителей. Я желаю вам хорошего вечера, всего наилучшего. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин